Итак, это естественно Ark Survival, мы с вами продолжаем. Мне для того, чтобы призывать следующих боссов, не хватает буквально одного артефакта. И у меня точно были артефакты, я просто не помню, где они. В ком-то лежало 3 или 4 артефакта, может быть это существо умерло уже? Как вариант. Давайте найдем нас с вами великого артефакта, артефакта The Great, и попытаемся с него нафармить. Мы сейчас его забьем и заодно еще немножко Вивертум протестируем. Мы ее полностью прокачали, я думаю, что нужно выкинуть вообще всю еду из тебя. Слушай, ладно, хорошо, если вот так вот. Я не знаю, успела она съесть что-то или не успела она ничего съесть, потому что хотелось бы, чтобы она все-таки лечилась при помощи вот этих хилок. Нужно будет сделать... А, нет, не нужно делать, у меня они есть, вот эти вот как раз зелья. Их просто из аргентавица нужно забрать. Так вот, хочу проверить на нем еще раз урон, и естественно сегодня призвать кого-нибудь из следующих боссов. То есть это либо будет Пикон, либо Нова. И я думаю, что все-таки это будет Нова, потому что Нова Риппер, и забьем по-хитрому. Я просто в воду ее призову, она туда в воду упадет. Я подозреваю, что из-за того, что она Риппер, она в воде ничего не сможет сделать, и мы спокойно сможем ее забить. А вот Пикон, не знаю, Пикон похож на какую-то рыбину огромную, но посмотрим. Так, я вообще в тебя попаду или нет? Нам нужно как-нибудь так вот прицелиться. Фишка в том, что она постоянно летает, и ее очень сложно управлять. И даже не то, что летает, она как бы вперед летит. Когда я вперед нажимаю, она летит не вниз, а немножко вперед. Клавиша назад, поднимайте вертикально вверх. Вот так вот. Стреляй. Походу, недолет, да? Хотя, не, нормально. Живой еще пока. Ладно, хорошо, договорились. Все, забиваем. У нас с вами 3 миллиона здоровья. Маловато, конечно, будет, но да ладно, бог с ним. Давай-ка приземлись. Я надеюсь, что в тебе много артефактов, потому что нам, там на призыв каждого босса, 4 артефакта как раз, да. На призыв каждого босса нужно по 2 штуки. Давайте, возвращаемся домой. И, кстати, седло, давайте сделаем. Да, кстати, в комментариях написали, что ты выучил на хаоса. Это на обоих. Хаос и спирит. То есть, я об этом знал, потому что я увидел. Соответственно, нужно сейчас попытаться улучшить его сразу. 125 брони это недостаточно. То есть, нам понадобятся слитки металла, хитин, кератин, души, волокно и кожа. Ага, то есть, нужно будет еще, наверное, демоников немножко пофармить. Слушай, ну это прям очень удобно. То есть, естественно, мы с вами не приземляемся. Для нас нет никакой угрозы. Он не подбегает очень близко. То есть, естественно, если бы я сражался сейчас на сухопотном существе с каким-нибудь Ориджин Корнотавром, как помните, я показывал эту проблему. Ориджин Корнотавр начинает тебя толкать, и ты не можешь использовать специальное умение. И бой превращается в какой-то ужас просто. А вот при помощи Виверны мы с вами забиваем на Эйзи. Я думаю, можно сейчас провернуть следующее. Стоп. Мы с вами, раз уж вылетели из дома, поищем немножечко спиритов, поищем демоников, естественно, их поубиваем. Стой, стой, стой. Как хорошо попал, а? Ты смотри, что творится. Просто забил с одного плевка, шикарно. Ну, просто там все прилетело в одну точку. Выбираем они Крючер, вводим сюда демоник. И, по идее, должны показаться все демоники, которые есть рядом на карте. То есть, абсолютно все равно какие. 150-ый диадончик. Нет, давайте вот здесь что-нибудь выберем. Там паразавры всякие и прочее, потому что это будет убиваться очень просто. Нам просто нужны души. Естественно, точно так же можно будет сражаться и с Селестилами. Вон еще демоник, нет? Нет, это не демоник. Ну, да ладно. На самом деле, проблематика заключается в том, что на клавише Х у летунов кнопка, чтобы остановиться. И также на клавише Х у нее еще кнопка, чтобы выстрелить. Поэтому, если ты хочешь остановиться, то нужно нажать ХХ и удерживать, чтобы она немножко притормозилась. И только таким образом можно будет остановиться. Ой, кайф, вау. Разраб молодец. Вот это он, конечно, хорошо провернул. Мне прям безумно нравится, когда здесь все выполнено. Так, с демониками пока что все. То же самое нужно провернуть с Селестилами. Ну-ка. Это альфа. Это неинтересно. То есть, по идее... Да, все, попаду нормально. Селестилов на карте даже больше. Ну все, этого на самом деле достаточно. Еще прямо рядом с домом убил здесь демоник Мегапитека. Или Мезапитека, да. Мезапитека, естественно. У нас с вами сейчас по 6 душ, плюс там куча всякого разного барахла. На самом деле это барахло нам тоже сейчас пригодится, потому что мы его разломаем вот здесь вот. У нас там есть штаны и всякие, но штаны не нужны. Это все ерунда. Дальше. Секунду. Вот это мы с вами выкидываем. Это пошло сюда. Мы с вами можем вот этого как раз арбалеты, кирки. Ну самое главное это вот, например, щит. С щита получим разбор. А ничего мы толком не получили. 1300, странно. А вот с этого? Вот с этого должны же получить. 1300. Из чего они, черт побери, сделаны? А, нет, подожди. Вон наверху прибавляется. Там 4000. Я вижу, да, все хорошо. Я просто не туда посмотрел, сорян. Ну что, с этим разобрались. Давайте попытаемся улучшить. Я надеюсь, что сразу хорошее получится. 350. Не хватает. Волокна не хватает. Это ерунда. Волокно есть. Давай еще. 481. И дальше нужна кожа, души, хитин, кератин. Но в принципе 500 брони это вполне нормально. Нам этого хватит. То есть если этого не хватит, не хватит уже и там. 800 тоже не хватит. То есть... А, да. Я призыв забыл сделать. Мне тут в комментариях написали, что такой аргентавис достоин имени. Блин, я на самом деле просто перестал их именовать по той причине, что... Просто у меня какое-то суеверие. Я только даю имя, оно умирает. Только даю имя. Оно опять же умирает. Соответственно, я как-то перестал в последнее время это делать. Не знаю. И вроде они как-то более-менее жить у меня начали. Я понимаю, что это просто суеверие. Но по большому счету именно так и происходит у меня постоянно. Так. Так, у меня не хватает сейчас древесного сока на то, чтобы сделать хилки вот эти вот лилии-хиллз. Потому что они довольно-таки удобные. Их можно сжать вот просто с быстрого слота. А ни в ком у меня больше нет этого добра, да? Ладно, давай сейчас долетим и соберу немножко. То есть единственное, что я сейчас могу призвать, это опять же взять Рудольфа. Кстати, а Рудольф будет собирать или нет? Это же все-таки у нас с вами, ну, олень. Глядишь, может быть будет. То есть нам нужно сейчас найти, ну, в красном лесу такие вот соответствующие деревья. То есть нам с вами сейчас нужны вот такие вот елки мохнатые. Если так можно их назвать. Спокойно. Да, он собирает древесный сок, хорошо. И на тебя просто пособираем немножко. Ну что, попробуем ее призвать примерно где-нибудь здесь. Здесь не очень глубоко. То есть, если что, я вижу, что на дне происходит. Ей будет довольно-таки сложно выбраться, но вот только туда может выйти. Ну, если даже выйдет, это с какой-то стороны хорошо садимся. С какой-то стороны это хорошо. Я объясню почему. А что-то типа до Дрекса, да? Какая-то смесь. Не знаю, сложно сказать. Так вот. Ну, просто будет честный бой тогда. Если нет. Если не получится ее там убивать. Потому что есть что-то у меня такое нехорошее ощущение. Стоп. Что я нифига не попадаю. Я вот именно так и думал, что я не буду попадать по ней. Спокойно. Хотя нет, я ее вижу. Отлично. Сейчас, главное, чтобы в нее прилетали выстрелы. Она не сможет под водой закопаться. Немножко там шевелиться сначала. Во! Прилетела. Урон совершенно не вижу. 58 тысяч. По 14 тысяч урон, да? Хорошо. Она под водой двигается, ходит, но... Но здесь очень крутая скала и очень сложно что-то сделать. Правда, абсолютно не вижу урон, который под ним летает. В общем, таким макаром ее можно очень легко забить. Интересно, второго босса можно так забить или это рыба? Самое забавное во всей этой битве, что даже когда она пытается всплыть наверх, чтобы ударить меня... Сейчас покажу. Давай, стреляй. Шар прилетает в нее. И этот шар, как помните, он очень сильно отталкивает. Он просто припечатывает ее обратно к земле. Плюс она получает огромное количество урона из-за этого. 29 миллионов. Бой длится порядка получаса, потому что у нее очень хорошая защита. Естественно, не каждый шар в нее прилетает. Не так много урона влетает. Соответственно, 175 миллионов здоровья сбить довольно-таки сложно. И поэтому просто долго, на самом деле. Долго, скучно. Постоянно прожимаю выносливость. Ну, в принципе, выносливость так сильно не тратится. Нормально. О! Здесь есть яйцо. Ты смотри-ка. Причем недалеко от меня. Недалеко же, да? Так, секундочку. Я вижу, что у яйца проседает здоровье. То есть я хочу все-таки подобрать. Нет, он, блин, цвета плывет. Сейчас собьем ее вниз. Как видите, она почти мертва. 90% может быть забьем ее, ладно? Да, наверное, сначала забьем, потом заберу яйцо. Потому что чересчур опасно, на самом деле. Не дай бог, что сейчас что-то произойдет. А меня просто в один удар забивает. Так что мне там ловить нечего особо. Два ляма. Просто добиваем. Все. Да уж, если следующий босс окажется таким же простым. Это, честно говоря, как-то даже немножко нечестно. Но, не, на самом деле, разработчик мог бы добавить любую атаку. Не делать ее рипером, например. Как вариант. Потому что, как мы помним, в Динаверха ЛХ, с которым я все-таки вернусь, еще в него поиграю. А потом, ну, в смысле, я имею в виду, по новой попытаюсь сделать выживание. Но через какой-то промежуток времени, естественно. Вот. Там все-таки боссы скидывали тебя с неба, летающих существ. Да и во многих модификациях это использовано. Почему здесь не использовано, не знаю. Но, в общем, ее мы с вами забиваем. У меня возникает вопрос, можем ли мы забить точно так же и второго босса. Давайте яйцо пока что сюда уберем. Это что такое? Десент. Это понизить вашего демонического существа. Можно это понизить при помощи него. Но зачем? У нас с вами появляются чертежи вот этих как раз ракет. Я не знаю, зачем они нужны. Опять же, мне кажется, от них большого смысла нет. Как видите, здесь мультиракета. Здесь у нас с вами ядерный заряд. Здесь дестроил кластерная ракета. Но это тоже нужно протестировать. У нас с вами появляется душа, появляется легендарный праймал флаг. Ну это ерунда, это с какого-то праймала выпало. Это, в принципе, неинтересно. На очереди у нас с вами пекон. То есть это, я так понимаю, рыба какая-то, что ли? Или что это? Да, это какая-то рыба. Спокойно. Он летающий, да? То есть, скорее всего, нам будет очень сложно с ним сражаться. Один и две десятых миллиарда здоровья. 175 уровень. Я не знаю, что делать. Ладно, предположим, сжахнем разик. Я не знаю, быстрый он или нет. Скорее всего, у него есть какие-то миньоны, есть какие-то атаки. Это что-то типа Астроцетуса, что ли, да? Ну так, в принципе, неплохо. По 200-ти тысяч. Я думаю, что если мы с вами загоним его в воду, вот тут-то и начнется самое веселье, да? Пока он в воздухе так потихонечку падает, он не столь опасен. Посмотрим, посмотрим. У меня вообще нету подводных существ, которые могут с ним сражаться. Я не понимаю, что происходит. Попади, пожалуйста, по нему. Да, смотри. Он призвал дронов. Он призвал дронов, да? Что это? Да, дрон, у которого 1,2 миллиона здоровья. Сильный? По 600 урона. Так, подожди. Вот так вот давай. Ну, я в тебя вообще попаду, нет? Хм. Да, это неприятно. Фиг попадешь в него. Где там босс? Вон он. Остальные типа задеспаунились. Возможно. Да, скорее всего, от дронов нужно просто убегать. 1,2 миллиарда. Это, блин. Это трындец, конечно. Хорошо, хоть мы наносили такое большое количество урона, в отличие от... этой самой новой. Там по 12 тысяч, здесь по 200. Ну и разница в здоровье существенная. Нельзя близко пропускать. Он медленный. В принципе, ладно. Хорошо, я понял. Дронов тоже можно так сбить. Давай, попади по ним. Самое сложное, это попасть, естественно. А вот у дронов хорошая броня, блин. В отличии, естественно, от него. Но от них можно легко улететь. Не будем подпускать. Давайте ему у нас стрелять какими-то другими выдохами, выстрелами. Не попал. Он там с неба, видите? Понятно, понятно. Хорошая атака. Мы уже сбили 100 миллионов здоровья. Давай над ним. Что-то как-то рядышком со мной было, но вроде не цепануло, да? Летим, летим, летим. Ерунда, дроны, это не страшно. Также еще выстрел. И отходим. Не, не попал сейчас. А, он меня сбил, кстати, прикольно. У него есть связывающая атака. Но из-за того, что мы с вами далеко, ну, то есть высоко в небе, нам хватает времени, чтобы просто дождаться, когда она пройдет. Прежде чем мы упадем вниз. Нужно выше. Попадем. А он, кажется, подтаскивает меня, что ли, нет? О, я попадаю. Хорошо. 34 тысячи, это не страшно. Надо лучше отъедти на всякий пожарный. Пока урон идет, все нормально. Так, 200 миллионов минус. Но я не знаю, что меня им пугали, этим боссом. Нормальный босс. Ни черта он не умеет. Нет, у него есть и мелкие, конечно, но... Не так сложно, как с предыдущими боссами. Я имею в виду с импротрицей сражаться, потому что... Ну, вот с ней прям совсем засада была. И с гвардинами. С гвардинами, точнее, да. Гвардинами верно из-за того, что они так летали, и у них такие атаки дикие. Вот это была сложность. И здесь, как видите, в принципе... Ну, справимся. Да, это займет энное количество времени, естественно. Но... Ничего сложного нету. Главное найти правильную тактику, правильный подход к ним, и все. Пробили миллиард. Хорошо. Меньше миллиарда. Вот теперь будем видеть, сколько там урона наносится. Слишком далеко. Катя, не, нормально. Главное, спереди не подлетать. Я слишком рискую. Я уже даже спецом попадаю под эти шары, потому что каждый раз, когда я под них попадаю, с ним что-то становится не так, и он теряет ко мне агрессивность, начинает довольно-таки долго просто летать по кругу. Соответственно, это мне дает возможность. А сейчас мы с вами вообще находимся, видите, под потолком. Ну, то есть, вот сейчас не видно, но мы под потолком, соответственно, выше подняться не можем. И он тоже не может подняться. Что дает возможность спокойно залетать со спины, накидывать урон. Аккуратнее. Накидывать урон. И спокойно пробивать. С ним возникла проблема, он умеет проходить сквозь потолок, поэтому приходится сейчас висеть и ждать, когда он спустится, потому что я не могу подняться на ту высоту и стрелять в него. Отходим. Да уж, на самом деле, уже 47 минут бой идет. Я сейчас сбил уже, видите. 243 миллиона осталось. Нашел я тактику хорошую. Зависаем над ним. И прямо над него кидаем. То есть, тут два момента. Если он полетел вниз, то нужно смотреть как бы вверх. То есть, вот так вот брать. Смотрим вверх. Над хвостом стоим. То есть, под хвостом точнее. Вот. Прилетело. Здоровье пошло в минус. Нужно постоянно доворачиваться, как он доворачивается, иначе шары улетают. И обязательно стрелять вверх, чтобы с него как бы... Точнее, на него сверху вниз прилетало. Вот таким образом. Ну да, периодически призывает миньонов, периодически стреляет. Мы сейчас очень низко к воде спустились, поэтому я стараюсь не попадать под дождь. Если начинается дождь, я просто отлетаю, ну и потом возвращаюсь. Ну так, в принципе, вот. Главное смотреть вперед, либо наверх. И тогда шары будут на него приземляться. Ну, не каждый раз, конечно. Они порой как-то рандомно разлетаются назад почему-то. Порой влево, порой вправо. Потом вверх летят. Вот сейчас попадут, нет? Не попали. В общем, непонятная зверушка такая. Ну, может я вот сейчас попаду, а? Смотри, он сейчас там... Им удеваться некуда, давай. Попади, пожалуйста. Есть, хорошо. Эти взрывы, это самое ерунда. Вообще идеально. 50 миллионов. Сейчас плохо попал. Чуть-чуть поближе нужно, давай. А, он немножко довернул в другую сторону, я понял. Хотя... Попали, нормально. Ну. Спокойно. Мы как-то с ним над водой летаем по-дурацки. Я ни черта не вижу. Он просто поплыв вверх, да? Ладно, хорошо, давай атакуй. Во, сейчас влетит. 20 миллионов. А он яйцо оставит за собой или нет? Почти умер. Красота. Слушайте, какой он классный. Лови. Вон яйцо вижу. Все хорошо. Мне кажется, здесь никого нет опасного, да? Мы можем спокойно подобрать его. Давайте это сделаем. Что я не знаю, когда она здесь, ну, 80% осталась, да? Давно уже упала. Это хорошо, что я его заметил, потому что если бы сейчас он меня сюда не скинул, я бы просто его не нашел бы. Это было бы крайне досадно. Летим обратно. Там осталось, я так понимаю, где-то миллионов 15. 11. Лови. Не знаю, не попал, да? А нет, попал. Очень хорошо попал. Прям влетело туда, куда нужно. Вопрос на засыпку. Да, я не собрал с него ничего. Остался мешок. Понятно. Нам нужно сейчас обязательно мешок поймать. Выстрелить туда. И лети наверх. Ладно. Ну, в общем, с ними можно легко справиться. Главное просто приземлиться. Давайте сядем. Они сейчас сами прилетят в урон. Хорошо. Есть, наконец-то. Господи. Сколько же я времени на это потратил? Нет, это не то. Секунду. Но здесь ничего в принципе нету важного. Здесь чертеж ракетницы и все. Все остальное ерунда. Ладно, забираем все. Вот так вот мы с вами сегодня справились с двумя боссами. Пеконом и новой. То есть, по большому счету, на это было потрачено сейчас порядка двух с половиной, даже трех часов. Наверное, два с половиной часа, где-то примерно так. Я предлагаю тестировать их. Точнее, инкубировать и тестировать в следующем выпуске. Просто потому что и так было очень много времени потрачено. Иначе сегодня этот выпуск не выйдет. И этот выпуск будет что-то типа, как легко убить именно этих боссов. Потому что они оказались гораздо проще гвардинов. Меня ими пугали. Но, может быть, люди просто не пытались, например, новую бить в воде. То есть, с пеконом тут вообще никаких проблем быть не может. Потому что вот он вот такой вот. Самое главное в него попадать. И все. Вот это самое сложное. Все остальное ерунда. И ты его спокойно забиваешь. Таким образом, у нас с вами два яйца. Займемся инкубацией в следующем выпуске. На этом пока что все. Если понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Удачи, друзья. Пока. Увидимся в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok